Спасибо, не забудьте ему также передать. Обязательно расскажу подробно. Я с ним созваниваюсь сегодня-завтра, есть о чем поговорить. Спасибо еще раз, что вы прибыли на эту конференцию. Это значимо, что представители многих стран услышат вашу позицию России по многим вопросам европейской безопасности. И Россия, и Беларусь немало сегодня делают для того, чтобы удержать не только Европу, но и мир к скатыванию, к самой опасной черте. Вы должны знать, что мы и дальше будем придерживаться этой линии. Мы надежные союзники Российской Федерации. Вы в этом также можете не сомневаться. Никакой тут игры быть не может, поскольку мы понимаем, что на карту поставлено очень многое. И, в принципе, выживаемость наших государств и наших народов. Что касается наших отношений, я думаю, что, несмотря на разного рода давление извне, мы двигаемся по реализации наших планов в союзном государстве. Что касается фундамента товарооборота, вы знаете, что в этом году мы достигнем рекордного уровня. Небольшая по размерам Беларусь занимает пятерку, по-моему, мы входим. Да, пятерку. Вошли в пятерку, да. По товарообороту с огромной гигантской Россией тоже о многом говорит. Можете даже не сомневаться, мы обеспечим свой суверенитет Беларуси и России, что касается экономики и прочего. Даже там, где мы немножко падать стали, надеясь на то, что мы будем честно сотрудничать с продвинутым Европой и Западом, мы это наверстаем, немного времени для этого надо. Мы выработали определенное направление и в этом направлении двигаемся. К примеру, там микроэлектроника и другие направления. Так что, что касается белорусско-насих отношений, тут даже обсуждать нечего. Мы действуем как единое целое и будьте уверены, что Беларусь будет привержена именно этому принципу. Как бы не пытались нас тут свернуть накануне парламентских выборов у нас в феврале. Мы уже видим то, чего бы они желали, еще и президентские выборы, потом через год после парламентских. Такой у нас непростой период будет, и они к этому готовятся, западники. Мы это видим и готовы к любым сценариям. Уважаемый Александр Иванович, спасибо большое еще раз за приглашение и за саму инициативу конференции по евразийской безопасности. Потому что это сейчас как никогда актуально. Когда богом и историей, данный нам единый, огромный, самый крупный континент, самый богатый по природным ресурсам, Европа под диктовку американцев решила развалить на два лагеря. Как это было в советскую эпоху, в эпоху Холодной войны. Но и тогда экономические связи не прерывались. А сейчас под давлением Вашингтона Европа идет на прямые убытки. Вот сегодня на конференции выступал наш венгерский коллега. Прямо сказал, в пять раз дороже стоят энергоносители в Европе, чем в США. Деиндустриализация, перевод производства. Так что, я думаю, это одна из задач у американцев тоже была. Ослабить Европу и не дать ей возможности экономически расправить плечи и стать самостоятельным. Поэтому чрезвычайно актуальная тема. Мы сегодня, кстати, Сергей Федорович, когда говорил, подчеркнул нашу открытость к сотрудничеству со всеми, только на равноправных и по-честному. И то же самое говорил и венгерский министр Сиерта. И я отметил, что мы не закрываем двери в этих процессах ни для кого. Но если Европа сейчас предпочитает отгородиться, то, как Вы сказали, Александр Григорьевич, нам придется от разделения труда переходить к самостоятельному, суверенному созданию всего, что нам необходимо для развития, для безопасности. Но, опять же, если и когда они одумаются и поймут, что они сами себя лишают взаимовыгодных экономических перспектив, и вернутся, ну, наверное, тогда мы с Вами, со всеми теми, кто будет сейчас сотрудничать в наших интеграционных структурах, будем смотреть, с какими они идеями придут.